На спортивной площадке средней общеобразовательной школы номер один состоялся спортивный праздник «А ну-ка, парни!». Организовали его в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Сегодня мы уже в который раз мы традиционно встречаемся в этом зале, чтобы провести наше мероприятие. В месячнике у нас продолжается оборона массовой и военно-патриотической работы. Сегодня мы тоже с вами находимся в преддверии нашего мочевого праздника. Это 23 декабря. Все мы будем вместе отвечать. Столетие лица дня создания Советских вооруженных сил. Вы будущие защитники Отечества. Поэтому от имени ветеранской организации «Института великого гражданства России» я хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов, учетов, мирного неба над головой. У нас сегодняшний состязание успешных стартов «Гусь победит сильней». Стоит сказать, что соревнования способствуют развитию инициативы и самодеятельности участников на основе игровой деятельности. Формируют у молодежи качества, необходимые при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях в службе вооруженных сил России. Молодежь очень интересуется и рвется на такие мероприятия, потому что мы, если посмотрим на ребят, у них виден блеск в глазах, азарт, состязаться, тем более посоревноваться с ребятами, которые их постарше, которые уже поступили в высшее учебное заведение. То есть они тоже, как будущие защитники, хотят попробовать свои силы. И как мы видим, что даже бывают и девочки, которые показывали очень даже хорошие результаты и не уступают ребятам. И в сборке-сборке оружия и даже преодоление сложных препятствий. Было неожиданно. Ну, на автомате. Там нужно было сделать только разборку, а я сделала полностью. Ну и все, в общем. Принять участие и показать свою подготовку смогли команды из общеобразовательных учреждений курорта и Института береговой охраны ФСБ Российской Федерации. Участников собралось по традиции много. Вместе с командой Института береговой охраны собралось 12 команд общеобразовательных школ. Это нашего города, Анапы непосредственно. И таких, как Витязева, приехали ребята, Цибанабалка. То есть школы, которые тоже располагаются в районах. Участники соревновались при движении на руках, кувырках, вперед, снаряжении магазина, 10 патронами, знании воинских званий, разборке-сборке автомата. Атмосфера напряженности существует. Довольно сложно все. В принципе, когда имеешь начальный уровень подготовки, довольно все легко. Как сказать, ну свой этап я прошел довольно хорошо. Был, конечно, небольшой казус там. Заело немного. Но все-таки я считаю, что я выложился на полную. Скажи, почему ты решил в этих соревнованиях участвовать? Потому что, во-первых, это воспитывает военно-патриотическое воспитание. Во-вторых, так как представители кадетской школы, мы просто обязаны это делать. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.